добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня павел григорян жил когда-то в баку судьба его пометала по свету и сегодня он будет с нами говорить здравствуйте павел приветствую вас ребята расскажите о себе и если можно поподробнее я бакинский армянин живущий в азербайджане самого начала я очень люблю азербайджан я армянин по национальности мама у меня русская но полу русская полу гречанка папа армянин да я вырос в городе баку я учился в восьмой школе закончил каспийское высшее морское училище имени кирова назыхи мать был немаленьким человеком в городе баку он был четвертым замом министра легкой промышленности азербайджана по трикотажу ну вот как то так сегодня я проживаю как вы жили в баку павел мы жили баку идеально я второго слова не могу подыскать идеально даже не скажу хорошо павел ваш папа был замминистр замминистр в азербайджане несмотря на то что он армянин он был замминистром расскажите поподробнее если можно и об этом он жил как человек может как семьянин он жил как порядочный гражданин азербайджана он умер в памяти об азербайджане он умер в тоске по городу баку из по своей родной родине он сам шушинский город он родился в городе шуша после того как вы покинули азербайджан расскажите пожалуйста как вас встретили в армении очень плохо встретили в армении моих родителей я в армению не ехал с первого дня но своих родителей к сожалению я отправил в армению объясню почему потому что я военно морской офицер запаса я был моряк я не мог сказать своим условиям но своим родителям идеальных условий для переезда открыть до я был моряк то время и мои родители у лиха в армению через год после этого я забрал своих родителей из армении потому что им не дали жить как бакинским армянам у меня покойная моя жена была азербайджанка когда я приехал по своего отца мне дали сразу понять в моей жене даже не предоставили ночлег в элементарной гостинице моей жене дали понять что за 24 часа она должна покинуть территорию армении потому что она по национальности азербайджанка павел у меня еще один интересный вопрос скажите пожалуйста а почему вы за азербайджан ну как вам сказать почему я за азербайджан я за азербайджан всю жизнь я там родился моя родная родина азербайджан азербайджан тут та страна Баку мой той родной город где я познал вообще кайф жизни как вам объяснить еще кайф жизни я познал что такое море я в дальнейшем каспий стал моей значит как продвижение в моря я на бульваре у тебя яхт клуб я никогда не забуду байдарки кануэ и так далее если камран ты знаешь о чем я говорю в Баку до сих пор существуют яхт клуб я больше чем уверен в конце бульвара приморского ну как это мое становление это мой родной город это те люди с которыми я вырос всю свою жизнь понимаешь как даже если я там не живу этот город у меня вот тут вот тут вот тут вот тут скажите пожалуйста павел хотите приехать в Баку только честно а я буду в Баку азербайджан моя родина это то что воспитала чей знаете все мое утро наполнено моим родным азербайджаном все Армения сделала все чтобы я ее отрицал потому что армяне сделали все для того чтобы я ее не любил потому что армяне сделали войну павел положа руку на сердце скажите скучайте по тем самым добрым временам по старым добрым временам а что я должен скучать я по Баку не скучаю в Баку мои родные живут конечно скучаю то что я когда начиналась война в Украине я не могу поехать в Баку в Азербайджан вот поэтому да я скучаю конечно павел вы очень активны в социальных сетях как вам там я знаю что очень непросто но я хочу чтобы вы поподробнее об этом рассказали вот например сегодня меня заблокировали в тик токе только потому что я люблю азербайджан я был сегодня да 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 очередной раз на до 10 марта я заблокирован армянами только за то что я меня вызвали армяне опять на провокацию очередной раз говорят что я не армянин что я русский проживающий в Азербайджане они не понимают что мой сын сегодня воюет вот тут в Украине и я живу в Украине понимаете и меня блокируют я сначала получил предупреждение за правду свою а потом меня просто до 10 марта заблокировали от прямых эфиров я могу только писать ну я это не факт что меня опять не салют мою страницу как очередной раз мне хочется уйти немного в другую тему скажите пожалуйста как военнослужащий отставки кто первый начал карабахскую войну более 30 лет назад а что вам ребята я могу сказать одну правду начали войну армяне еще в восемьдесятом году город кафар однозначно вообще без претендентов чему-либо вообще это они посчитали что гласность и перестройка сыграет в их пользу получилась беда получилась какая объясню в восемьдесятом году они когда она не продали сверхушки так сказать американская диаспоре понимаете армянская американская диаспора когда горбачёв посещал когда франц армяне франции там стали поднимать вопрос на горного карабаха они просто стали выгонять азербайджанцев посчитали что можно на этом сыграть свою роль разделение территории ребята запомните одну вещь я как армянин бакинский армянин как сын шушинского отца я вам скажу честно я родился в то время когда карабах был территория азербайджана он был ко мне есть и будет то что вы подняли вопрос вы выгнали людей вы стали издеваться над людьми 88 год вам ответили вы сами сумгаите руками эдуарда григоряна вы ответили в сумгаите провокация очередной чтобы развязать эту грязную войну чтобы на 30 лет затянуть войну павел недавно были катастрофические события в турции землетрясения почему по-вашему армения решила помочь турции павел еще недавно армения очень крепко держалась за россию но сегодня она тянется к европе с чего скажите для меня это вообще я отвечу еще раз ребята когда началась война в украине 24 февраля 2022 года армяне сжигали украинские флаги армяне казали мы за специальную военную операцию вот вам ребята клянусь богом армяне говорили мне было стыдно армяне давали сушки миги не знаю как есть они давали у меня есть это подтверждение но суть не в этом уже россия не до армении и армяне поняли что россия от них отвернулась и они теперь бегут бегом европу понимаете иран и армения ваше мнение я всем армянам доказываю одно вы ребята далеко от ирана вы далеко от россии вы вблизи с нашими братьями азербайджанцами грузинами турками и посмотрите как сегодня я был на одном эфире как грузин любит азербайджан давить да и он говорит знаете мы братья мы не просто соседи мы братья да он сказал мы с азербайджанцами братья а с армянами просто соседи павел положа руку на библию на эту священную книгу которая в ваших руках скажите чей карабах и почему азербайджан однозначно я щасы на азербайджан клянусь богом я скажу одно поймите правильно о чем я говорю я за справедливость и ребята я не за то что кто-то хочет там подыграть кому-то клянусь богом если бы наверху сидела армянин я бы сказал то же самое поверьте мне справедливость за то что вот ребята я открываю библию вчера я был в эфире у одного человека и он сказал что сначала были мы ребята библии написано что все поколения произошли от колена израиль его понимаете и это правда кто если молит нет покажите мне армянскую библию я видел библию армянскую я читал библию на армянском языке переводе там единственное что указано в армян и на бога и иегова ребята а вы не свидетели иеговы случайно а может быть сектанты какие-то или вы переделали библию на свидетели иеговы вот тут есть имя бога имя бога это любовь павел вы прагматик скажите быть зангизурскому коридору или не быть гамран я сомневаюсь в том в чести и в достоинстве армянских слов я считаю зангизурский коридор он должен быть с подачи азербайджанской стороны однозначно потому что полностью контроль я уверен вне вот вы послушайте я говорю правду я уверен в непредательстве азербайджанцев и я не уверен что армяне поступят опять очередной раз коварно понимаете как я не призываю не дай бог третью сторону понимаешь никакую но я считаю на павел григорян еще один вопрос скажите почему сегодня армения предает россию потому что пошло не по их контексту потому что они всю жизнь ребята тридцать лет метров больше тридцати лет на чем с девяносто первого года нет советского союза правильно с девяносто первого года они продались российской империи они были вассалами российского произвола на кавказе это однозначно никто меня не переубедить в этом потому что я говорю правду поэтому они сегодня когда россия отвернулась от них они предают россию ребята но опять-таки сколько можно переобуваться какую-то конкретику в своих действиях видите 14 голова виновата потому что вы обозвали геноцидом потому что вы предали турецкий народ однозначно только вы пользу россии во время турецко-русско-турецкой войны если я не буду даваться подружить я не историк но я знаю правду вас наказали только за то за то что вы предаете его опять предаете вы предали азербайджану предали россию вы сейчас за европу завтра вы предадите европу опять побежите до россии ребята мы определитесь с кем вы вы верите что между нами будет подписан мирный договор ближайшие 100 200 лет и это правда объясню свою позицию объясню свою позицию прежде чем верить в мирное существование надо вспомнить еще раз говорю ребята вы как всегда позиционируете первых христианами мировой истории христианские истории я имею ввиду вы меня поняли армяне вы прежде всего даже вспомнить бога вы прежде всего должны покаяться перед богом это самое первое за ваши злодеяния перед народами такими как турки армяне в первую очередь перед армянами бакинскими азербайджан да всеми армянами кого вы предали своей жизни третье вы должны выплатить репарации за разрушенную территорию азербайджан однозначно вот это ближайшие 200 лет вам не светит бы ваша экономика пришла в такую упадок павел вы очень активный человек у вас много друзей кого больше азербайджанцев или армян у меня поверь мне камран у меня очень много друзей у меня друзья евреи у меня лучший друг зафар гасанов который был у меня и свидетелем на свадьбе все у меня лучший брат брат у меня саша аэропетов армянин у меня лучший друг гриша каплан он еврей он живет в израиле ну как сказать у меня лучший руки но я тебе еще раз говорю я на сегодня общаюсь с людьми такого широкого спектра по национальностям поверь мне у меня родители живут в греции мамина родители мои бабушки вернее у меня бабушка была платить и шорга кирияковна павел а что вы желаете нам всем больше всего кемрану клянусь богом клянусь всеми своими святыми то что мы со своим подруг proteet programming вот так будут ли я говорить клюнусь всеми своими приоритетами я что желаю я в Apart же sneалаek просветания моему родному богу моему родному азербайджану просветания украине мирного неба над головами украинцев азербайджанцев Всем национальностям, которые проживают над этими территориями. Я хочу армянам, своим братьям пожелать мозгов своего решения. Думать сами за себя, а не чужими мозгами. Я хочу что вам пожелать, ребята? Всем здоровья и счастья. Камра, лично тебе я хочу сказать спасибо за то, что ты создал этот эффект. Я давно собирался с тобой вот так чисто познакомиться. Знаешь, брат, спасибо, брат, спасибо. И я хочу вернуться к нашей с вами любимой теме. Почему Карабаха это Азербайджан? Почему? Основываюсь на исторических данных, не тысячелетней давности. Ребята, я не историк. Мир признал Артах. Нет, Карабах да. Все. Мир признал, ребята. Мы что можем сейчас сделать с мировой историей, если на сегодняшний день мировая история признаешь, что Карабах это Азербайджан? Павел, если можно, ваша мечта? Моя мечта, я тебе скажу. Мои дети, когда я умру, меня сожгут и развеют на Каспийском море. На Общеросовском, по-моему, в Украине. Это на тот момент, если не закончится война в Украине, да, грубо говоря, но она закончится скоро, и я умру вот тут в Украине, понимаешь, а сам не смогу умирать там. Я умру там, в своем родном Азербайджане. От всей души я вас благодарю за наш искренний и теплый разговор. Спасибо вам за то, что вы так любите и цените все то хорошее, что когда-то сделал для вас и для вашей семьи Азербайджан. Спасибо за то, что считаете Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Спасибо за вашу честность и прямоту. Я вам желаю здоровья и чтобы все ваши мечты исполнились. Благодарю за эфир. До свидания. Павел Григорян.